Шахматные комбинации Для сравнения, примерное количество атомов в наблюдаемой вселенной составляет всего 10-80 степени. Однако при всей сложности шахмат практически любой человек знает принципы передвижения фигур по доске, а в советское время эта игра наравне с домино была любимым занятием сидящих на скамейках во дворах. Официальный возраст углического шахматного клуба достиг 24-летнего возраста, но история шахматного движения в нашем городе началась гораздо раньше. Еще в Доме пионеров такие тренеры, как Герман Петрович Терешин и Марина Николаевна Крылова начинали воспитывать будущих кузнецов шахматной славы нашего города. А в гостях у клуба бывали такие знаменитые гроссмейстеры, как Михаил Таль, Анатолий Карпов, Юрий Авербах, Борис Спасский. В советское время огромная популяризация. Все, что у нас сейчас есть благодаря Советскому Союзу, той базе, которая создалась, происходили различные исследования, то есть разные методические материалы. То есть у того же всем известного чемпиона Карпова у него было порядка двух-трех тренеров, плюс у него обязательно был человек, который смотрел за физическим состоянием, это прогулки, это бег. То есть этот спорт можно совмещать с любым видом спорта. У нас был прекрасный воспитанник, ну не у меня, ходил там Желобов, на реке, по-моему, не ошибаюсь. Вот, он совмещал бокс, хороший результат по боксу, хороший результат по шахту. У нас вся молодежь, в основном, которая здесь пребывает долго, она воспитывается в таком ключе, что она в итоге поступает к этому институту, не в наши, уезжает, разъезжается. И мы не можем похвастаться, что они проживают в улице. И они и в школе учатся хорошо, я вот постоянно спрашиваю ребят, как в школе, говорится, приучают, что сейчас быть модно, это умно образованным молодым человеком или девушкой. Ну, в принципе, это доказаны факты, и с медицинской точки зрения, допустим, то, что люди, которые занимаются умственной деятельностью, да, ну, кто-то кросфорды решает, там, кто-то с задачкой головоломки, то есть различные массовые журналы, кто-то просто книжки читает, да. А здесь в процессе игры, то есть тренируются, они не страдают умственным расстройством. Как правило, они собрания трезвый дух, разум, даже притворные года. Я думаю, что вот этот зал, он будет в какой-то момент, наверное, даже мало. То есть, круг заинтересованных лиц, думаю, будет расширяться. У нас есть спортивный круг спарта, который объединяет несколько самых популярных видов спорта, в том числе и шахматы. Старый наш добрый, раньше организация называлась «Монолит». И вся подробная информация есть там. И, соответственно, мы еще плюсом ведем, конечно же, работу в школах. То есть, мы ведем небольшие занятия, такие больше ознакомительные в школах, заинтересованных детей, это, правда, первые, вторые классы. Для того, чтобы они смогли уже в раннем самом возрасте подумать и решить, может, это их заинтересует. Так что ждем вас, приглашаем, приходите. У нас все сохранилось, база. У нас сохранились, в принципе, в Угличе, я вам скажу, один из лучших клубов в центральной части России, по оформлению, по всему. Ну, конечно, обязательно упомяну Мария Николаевна Крылова, здесь на многих лет бессменный лидер была, конечно, благодаря ей. Ей вот это вот все состоялось, вот эта база. Здесь вам ничего не надо, здесь желание привезти ребенка. Материальная база все есть, говорится, есть организация. Если ваш ребенок будет очень способный, поверьте, что в шахматах все организовано на таком уровне, на уровне федерации, что талант, значит, талант дорогу все пробит. Я решил пробить себе дорогу в Гроссмейстеры в этом же зале в этот же вечер. Чтобы завоевать уважение воспитанников клуба, мне необходимо было победить сильнейшего из них. Но я проиграл. В заключении хотелось бы отметить, что я покидал шахматный клуб воодушевленным. Его воспитанникам от 6 до 10 лет. И пусть они еще не знают ответы на многие вопросы, но они не боятся думать. Не боятся и умеют. А это намного важнее. С вами был Дмитрий Рыков и Инсайт. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok